И вновь всем привет, зрители и подписчики канала. Сегодня я для вас продолжаю прохождение игры Фрэн Боу. И к сожалению у меня есть сегодня время только на максимум одну серию. Поэтому ее я постараюсь где-то в полчаса, если получится, записать. Следующие серии будут только в четверг и пятницу, так как вторник и среду я на работе, увы. Вот, поэтому таковы дела. Ну, на чем мы закончили в предыдущий раз? Мы закончили о том, что нам нужно собрать рецепт, точнее ингредиенты для рецепта. И в итоге нам не хватает одной лунной розы. И я понял, где нам нужно ее достать. Мне на это намекнула эта самая картина. Только я не сразу понял, только уже после того, как я закончил записывать предыдущую серию. Прочую, прошлую серию. Ооо, только тогда потом понял. Такс, и в итоге нам нужно зернышко кинуть в воду. Ляпота! Ух ты, какая красивая синяя роза. Да, согласен, красивая. Для 2D красивая. Такс, и в итоге все. Нам, как я понял, остается эту синюю розу кинуть в отвар. У нас все есть. Так что, наверное, сюда. Такс, прощайся, синяя роза. Отправляйся в котел. Ого, было стрёмно. Такс, и в итоге зелье готово. Девочки. Идите за мной. Все готово. Пойдемте на кухню. Хорошо, пошли. Бай-бай. Сейчас мы вам устроим пикантность. Пожалуйста, сядьте и закройте глаза, леди. Ну, ребятки, точнее девчульки, ребятки-девчульки, получайте. А теперь, я произнесу слова. Подожди. Это не то заклинание. Ты нас обманула. Ну, мягко говоря, не такого эффекта я ожидал. Так, секундочку. Сейчас поправим. Чуть-чуть. Ну, у нас, конечно, да, есть ключ. Что я наделал? Боже мой. Это неправильно. Согласен, это неправильно. Но зато у нас есть ключ. Ну, поверь, девчуля. Эти две безбашенные головы над тобой бы мягко бы с тобой не обошлись. Вот так вот, скажем. Что-то за шибись заклинание мы сделали. Мне интересно, а что было бы, если бы мы собрали ингредиенты, которые были в первом рецепте? Я думаю, эффект был бы еще хуже. Ну, ладно. Это мы, надеюсь, уже не узнаем. Такс, ну и в итоге все. Мы можем подниматься наверх. Точнее, нет. Такс, у нас работает, да, уже? Да, работает. Работает. Так, а ключ нам подойдет к котику, надеюсь, или нет? Что такое, Френ? Открой клетку. Не получается? Ключ не подходит. Ты видела замок где-то еще? Да, я видел один. Посмотрю, подойдет ли он. Я буду ждать. Торопись. Такс, ну я и понял, когда нам нужен этот ключ. Я давно заприметил вот эту вот рамочку для этого стекла. Точнее, окна. Зеркало, окна, зеркало. Такс. Использовать сюда. Я думаю, это логично. Чего? Как? Ну нам же его сюда надо применить, не может быть. А, во, хуй ты ее. Я думал, оно применит. Такс, если это зеркало, то почему же нету отражения? Значит, это окно. Ладно, а что там находится? Ага. Ага. И что вы мне прикажете делать? А-а-а. Вот оно как. А что ж ты не падаешь в шестеренке? Или что мне с тобой делать-то? А, я понял. Угу. Ненавижу я эти загадки. Интересно, я хоть сюда его двигаю? Или куда мне его надо двигать? Ура! Я, наконец, нашел способ решить данную головоломку. И, да, почему я не записал ее, как правильно ее делать? Ну, извините. Я над ней сейчас смудрил несколько минут. Ну, реально, ну, все это записывать было бы неприкольно. Ну, скажу, что это не так уж сложно, как кажется. Просто нужно немножко подумать. И в итоге... Так, все, девочка, успокойся. В итоге мы имеем два трупа. Понятно. Что это? Два скелета? Они маленькие, как я. Ну да, ну да. Клятва сестер. Мы, Клара и Мия Бухольмед, клянемся отомстить за несправедливую судьбу, на которую нас обрек Итвард. Кровью и слезами мы клянемся, что убьем его и вернем наши тела обратно. Мы больше этого не вынесем. Несмотря на то, что мы сестры, мы ненавидим друг друга и мы будем ненавидеть друг друга всегда. Ничто это не изменит. Теперь, когда наши тела соединены друг с другом, мы не можем завершить задачу. Сильнейшие будут жить вечно, слабейшие умрут. Мать должна умереть. Круто. Так, забирай, если не нравится. Фотография нам не нужна. Кукла не нужна. Таблетки не нужны. А вот ключик надо. Так, ну и все. Больше нам тут ничего не нужно. Да, прискорбно, однако. Поиздевались над девочками. Так, ну что ж, нам остается только освободить нашего котика. Ключ открываем. Думаю, это тот самый ключ. Получилось, мой котик. Получилось. Выходи, дай мне тебя обнять. снимать. Фух, ну наконец-то. Я уже думал, мы только под конец игры его найдём. И не вероятно ли ещё живым, а он ещё тут живой, но это радует. Как же хорошо, я свободен, фрэн, мой добрый друг. Ты свободен, мой дорогой? Пора возвращаться домой. Да, пошли. Так, так мы тебя на руки возьмем Или ты с нами пойдешь? Мы должны вернуться домой, котик Надеюсь, дорога недалеко Я тоже надеюсь, Френ Мы сделаем это вместе Я помогу тебе Так, ну что ж, тогда спускаемся Понял, ты с нами автоматом следуешь Хорошо, ну я уже знаю, куда нам надо идти Поэтому идем Я смогла, сэр Жаба Девочки мертвы Прекрасно Теперь я могу отправиться к своей семье Я тоже хочу, сэр Я наконец нашла своего котика Я просто хочу домой К тете Грейс Но как вы выберетесь? Здесь нет лодки Я думала, что вы нам поможете выбраться отсюда Я хотел бы вам помочь Но я крошечный Несмотря на то, что мое тело довольно пластичное Я не могу переправить вас обоих на другую сторону Дайте мне подумать Не бросайте нас Прошу Можете тебе дать это? Возьмите это, Жаба Должно помочь Неужели? Я не сдобная булочка Но вы липкий и мягкий Прямо как тесто Ты права Это может сработать Была не была Неужели? Получилось Сработало Я большой Чувствую себя великолепно Отлично Поехали Идем Мистер Полночь Все, ребята Если вы хотите увеличить Жабу Дайте ей дрожжей Ну или что мы ей там дали А, разрыхлитель Ну не важно О, это бешеная игра Отмечаю Но веселая Ну как веселая Ну ладно Смешанное чувство Для каждого человека по-разному Конечно, Френ Одно но Гигантская Жаба Пристально на меня смотрит О чем ты говоришь? Он хочет нам помочь Вот и все Хорошо Если он попытается что-то сделать Я поцарапаю его Все хорошо Постарайся не ранить его Пока мы плывем Тут глубоко И мы не знаем Какие тут обитают существа Если мы будем в воду Мы можем погибнуть Я обещаю Что не буду царапать Жабу Поехали Эй, девочка Прежде чем мы отправимся Я забыл отдать кое-что Я видел тебя на этом фото И подумал, что это твое О, зашибись Отлично Фотография снова у нас Фух Я уже думал, что все Потеряна навсегда И еще книга Она была с фотографией Книга Но книгу мы не теряли вроде бы Леон Что за Леон Ах Жаба Вы нашли мое семейное фото Большое спасибо Я думала, что потеряла его навсегда. Но книга не моя. Что ж, прими её в качестве подарка. Читать здорово, в ней много картинок. Ого, спасибо. Я люблю картинки. Давайте же отправляться. Да, поехали. Держитесь крепче. В путь. Всё, я счастлив. Это безбашенно. Мы что, вернулись в 90-е, когда были такие игры? Ну ладно. Такс. Ну допустим. Лишь бы всё сделать правильно. Всё. И сейчас ничего не оттуда не выплывет. Выплыла. Нет, рано. Точнее, поздно уже. Так, лишь бы давай. Ну пожалуйста, хоть что-нибудь, хоть что-нибудь. Хух. Хух. И вот так вот. Да ну вы издеваетесь. И сколько так мне раз мне нужно перебраться. Упс. Да, не успел. Жаль. Ну давай. Есть. Так вот. Эй, я же, я же вниз хотел. Я знал, что не успею. Блин, походу она только вверх идёт, да? Прискорбно. Такс. Нет, на листочек пока нельзя, я понял. Давайте попробуем сюда. Мы на месте. Спрыгивайте. Пойдём, котик. Что ж, пришло время отправляться домой. Надеюсь, вы найдёте свою семью, сэр. Спасибо. Надеюсь, вы тоже. Прощайте. До свидания, сэр. И спасибо за поездку. Френ, что же нам теперь делать? Искать путь домой, котик. Ты видишь небо? Сейчас рассвет. Скоро все страшные вещи исчезнут. Ах. Я такой голодный и хочу спать. Хочу домой. Я тоже, котик. Мы найдём путь. Я сделаю всё, чтобы помочь тебе, дорогая. Пойдём. Такс, и нам дали, значит, нашу фотографию. Ура. И какой-то... Давайте почитаем. Ого. Ничего себе картинки. Я охотился за правдой, но открыл нечто другое. Я обнаружил то, что мои чувства не в силах сказать. Я нашёл истину, которая молча таилась в неизвестности. Леон Кастильо. Леон Кастильо, один из тысячи. И хотя не получал ответа, я никогда не отступал. Если вы это читаете, возможно, вы ищите ответы. Видите то, что не видят другие. Или можете почувствовать то, что другие избегают. Вы можете прислушаться к тишине. Такс. А мы можем оторвать это? Такс. Странно. Я думал, мы можем это оторвать. Может, там на другой стороне что есть? Такс. Хорошо. Ну, давайте читаем дальше. Ё-моё. Ты видишь? Я вижу. Я вижу демонофобию. Ну, кто в курсе, поймёт. 17 декабря 1875 года. Я не могу остановить это. Я не могу контролировать. Я повсюду вижу чёрные тени. Кровь, послания, крики, воль. Я не могу понять, почему это происходит со мной. Плач. От того, что больно. В моей голове камень мудрости. В моей голове. Блин, шо ж ты за демон такой, а? 19 декабря 1875 года. У меня было видение. Я всё ещё вдыхаю страх и веду борьбу со своим собственным разумом. Одна из теней спустилась с небес. Я подумал, что это ангел. Его звали Ремар. Принц тьмы из пятой реальности. Он говорил со мной. Игрался и показывал мне всякие ужасы. Он сказал мне, что я ключ к его существованию. 13 января 1876 года. Я вижу себя повсюду. Другого себя. Говорящего ложь. Рассказывающего о своей всей боли и страданиях в своей жизни. Другой я хочет, чтобы я совершил самоубийство. Он улыбается, когда произносит эти слова. Убей себя. И я пытался загиб... О, смотри, что ответственнее. Не хотят длинные слова изо рта вылетать. Загиб... Ладно, неважно. Загипнотизированный. О! Его словами. Но всегда было что-то, что спасало меня. Должно быть, это любовь к жизни. Загибнотизированный... Да, походу, сегодня голос у меня не в состоянии произносить такое. 15 января 1876 года. Я повстречался с тенью. Впервые она заговорила со мной. Камалы. То есть, этих теней зовут Камалы? Ладно, запомним. Их раса... Ага. Их раса называется Камалы. Они выискивают слабость и боль. Я спросил тень об одержимости человеческими телами. И она ответила. Мы рождаемся и кормимся от страха и неконтролируемой болезни человеческого разума. Для них мы невидимы. Но наше существование отхватывает каждую живую клетку тела до самого конца. Искорбно. После этого начался дождь. Этень покинула меня, оставив за собой масляной след. Полагаю, вода может их очистить. 16 января 1876 года. Увидев, как Камалы реагируют на воду, я решил провести небольшой эксперимент. Прошлой ночью я обнаружил нечто удивительное. Получается, что Камалы превращаются в новый вид существ, когда подвергаются воздействию воды. На метаморфозы было больно смотреть. После ужасных криков, Камал успокоился и начал плакать на земле. Казалось, будто боль исчезла. Спустя несколько минут, передо мной возникло яркое и мирное существо. Понятно. То есть, с помощью воды мы изгоняем тьму. Если я правильно понял. Казалось, будто яркое существо могло читать мои мысли. Я благодарю вас за то, что разбудили меня. Я страдал. Я должен отправиться туда, где мне есть место. И верст дождет. Всем валокам следует отправиться туда после пробуждения. Пойдемте со мной, если хотите увидеть свет. У вас есть ключ, он сказал. Я не ответил. Спустя некоторое время, он исчез. Понятно. Второе февраля 1876 года. Я перечитал свои записи, чтобы убедиться, что ничего не упустил. Я вспомнил Реймара из Пятой Реальности. Если же существует Пятая Реальность, должны быть по крайней мере еще четыре. Я подумал, что верст может быть не городом в этом мире, а самой реальностью. Хотел бы я, чтобы все ответы пришли ко мне. Я глубоко сожалею, что не принял приглашение валока. С тех пор, как я увидел валок, эта схема постоянно вертится в моей голове. Как и одно предложение. Время – это ритм вашего восприятия. 13 марта 1876 года. Мне навестил мой сын Брайан. Я рассказал ему про то, что я видел. Но он не захотел слушать и ушел. И я его не виню. Я понимаю, что моя реальность невидима для большинства людей. Хотел бы я найти друга, похожего на меня. Потому что мой сын... Он думает, что я безумен. 25 июля 1876 года. Мое тело и разум начинают понимать закономерность. Жизнь становится довольно легко контролировать. Когда вы исключите все социальные законы и будете применять лишь законы нашей реальности. Ведь они являются не только законами, но и манерами поведения. Химическими манерами поведения. Законами природы. Без этих манер, поведения, без этих законов мы бы не существовали. Так, а листочек можно взять? Нет, не припаяться. Порой... Не хочется быть листочком на земле. Спокойным, покуда приближается смерть. 11 ноября 1876 года. Прошлой ночью, после урагана, огромный зверь посетил мой сад на несколько секунд, а потом исчез. Я нашел странную бутылку с розовой жидкостью на том самом месте, где приземлился зверь. Я не могу в полной мере понять содержимое бутылки. Я обнаружил красные кровяные тельца и нераспознанные бактерии. Хм... Сплошная мистика везде. Ясно. Так. Кажется, бактерии избавляют любое живое, а существует негативное воздействие. Есть меткая чуйка, что на основе этих бактерий и есть те самые таблики, которые мы пили. Логично. 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 Я попил небольшое количество розовой жидкости на умирающие растения. И оно расцвело через несколько минут. Я порезал палец, чтобы проверить жидкость на человеческих тканях. И порез затянулся через пару секунд. Эти бактерии могут действовать в качестве тромбоцитов и лейкоцитов. Но с очень высокой скоростью. Так. Ладно. 22 ноября 1876 года. Мне снились тысячи черных котов, окружающих мой дом. Большие желтые глаза, смотрящие в мой сон. Подозрительно. Существа, населяющие Иверсту, разнообразны. От корней до гигантских насекомых. Корни были первыми в этой реальности. Насекомые прибыли позже. Я выучил их язык и... Числительные. Иверст. Господи, когда книга закончится? У-у-у-у. Алфавит. Меня сейчас заставят вот это вот учить. Это вот учить не сейчас заставят. Серьезно, да? Серьезно? Вот. Великие валоки являются началом первой реальности. Праймев свет. Щит Вайлок. Строение тела валока довольно разнится с нашим. Они состоят из фотонов и звуковых волн. Также они одновременно мужского и женского пола. Когда детеныши достигают... Детеныши достигают... Сколько лет? Сколько лет? Ладно, не важно. Их коронуют щитом. И снова всем привет, зрители и подписчики. Да, прошло 4 часа. Я извиняюсь за это. Возникли дела, о которых я вам говорил. Собственно, время, которое я потратил на решение головоломки, заняло у меня все то время, которое я хотел потратить на запись всего лишь одной серии. Вот. Но, в итоге, прошло 4 часа, у меня снова освободилось времечко. И в итоге, в совокупности со всеми событиями, сейчас мы с вами дописываем эту серию. Вот, я начитаю эту книжечку и на этом завершим. И уже, собственно, начнем новую серию. Не знаю, сколько у меня еще времени хватит, но думаю, еще так, серии 2, еще, думаю, запишу. Вот. Если у нас не возникнет проблем. И все. Остальные будут уже только после... Тех двух дней, которые я буду на работе. В итоге, в четверг и в пятницу. Будут серии. Вот так вот. Фух. Ну, теперь продолжаем. Так. Да, как-то я не сильно быстро все объяснил. Ну, да ладно, надеюсь, вы поняли суть того, что я хотел до вас донести. Ну, и давайте дочитаем, собственно, данную книжечку. Я офигел над последней строкой. Думаю, вы тоже. Значит, великие валоки являются началом первой реальности, праймив свет. Значит, насчет детей. Значит, когда они достигают определенного возраста, их коронуют щитом. Ага. Жьяр. Создание великих валок. Король и версты. Второй реальности жизни. Угу. Жьяр. Создание великих валок. Король и версты. Второй реальности. Жизни. 13 февраля 1877 года. Во время пребывания в и версте ты становишься тем, кем бы ты не мог стать на земле. Здесь листья поют, падая с дерева. А вода шепчет свою мудрость, когда ты ее пьешь. Пандора. Создание пяти реальностей неотъемлемого существования находится в человеческом мире и в третьей реальности. Земля, Марс и Юпитер. Сознание. Сознание, практика воли. Практика воли. Дальше. Синерседия. Конец колебаний. Когда оба конца противоположностей одинаковые. Находятся в третьей и четвертой реальностях. Смерть. Мабука. Конец света. М-да. 23 марта 1877 года. Мать, Мабука отпускает меня. Я провел 15 дней здесь, в логове Мабуки, и я устал. Мне больше не нужно прятаться от боли, ведь она является частью меня. Кажется, будто любовь везде и во всем. Мне нравится плакать. Мне нравится смеяться. Мне нравится быть живым. Запись без даты. Я готовлюсь вернуться домой. Мабука отправила меня в бесконечные пределы логова Мабуки, и я жду Люцифернов. Я должен подружиться с ними. Точнее, стать одним из них. Люциферны собираются в нити. Вот почему они выглядят так, будто отращивают волосы. А большое лицо служит средством общения и отпугивает хищников. Надеюсь, мое тело выдержит путешествие. Второе октября 1878 года. Гравитация собирает частицы, чтобы создать новые. Это сила созидания, а с созиданием эволюция неизбежна. Оставшиеся страницы вырваны. Что это? Рисунок слева похож на антенну. Ну да. Ну и походу все. На этом книжечка заканчивается. Больше записи нет. Хорошо. Ну и вот, ребята, я думаю, на вот этом можно уже завершить данную серию. Буквально немножко мне времени не хватило. Ну да ладно. Теперь, собственно, сейчас я передохну минута пять и продолжу. А на сегодня все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok